Если разрешите несколько слов о том, почему сейчас так сложно разобраться с нынешним парламентом. Можно сейчас объяснять, почему не получилось социальными стандартами вообще толковать их? А стандарты это не цифры, это не тысяча гривен, это возможности человека обеспечить себя жильем, теплом. Когда в кошельке в твоем, то это цифры. Это выражается в цифре, но стандарт это не цифра. Второй момент связан с политической ситуацией в парламенте. Потому что для того, чтобы говорить о логике решений, эта логика отражается в данном случае. У нас парламент на основе коалиции. В коалиционном соглашении, в коалиционном правительстве. Главная подмена в этом году произошла как раз с правительством. Вспомните начало года. Обнуление правительства Яценюка, ожидание нового состава и новой программы. Об этом все говорили. Мы по сути получили колпачки. Когда де-факто союз Порошенко и Яценюка остался. Правительство Гройсмана задекларировало несколько позиций. Коалиционное соглашение осталось. Состав изменился. И по большому счету Гройсман делал то, что не мог делать. И садюк всего низкого рейтинга. А по сути он реализует политику прошлого года. Кстати, по последнему. Деиндустриализация, сокращение реальных социальных стандартов. Здесь просто же, знаете, под этой чертой там низу аутсайдера не получились. Это я просто дополняю, не перебиваю. Народный фронт там что-то около полупроцента. Я даже предполагаю, что независимо от того, что мы по телеку смотрели в начале года, по большому счету у нынешних креаторов, создателей коалиции было понимание, что если бы Яценюк реализовал ту политику, которую сейчас реализует Гройсман, снесли бы просто. Многие говорили о социальных бунтах. Благодаря новому составу правительства они чуть-чуть компенсировали. Ну вот передышка, надежда возникла. Что мы имеем сейчас? Откуда эти рейтинги и ожидания в спине парламента? Первое. Ни коалиции в старом составе, ни даже коалиции в новом составе уже нет. Появление новых партий, Саакашвили и новых демократов, и в том, что все. Кстати, 15 число этим и объясняется. Если бы дальше работал парламент, пришлось бы увольнять, забирать мандаты и кучу всего прочего, что привело бы к дискредитации уже этого состава коалиции. Второе. Правительство Гройсмана оказалось неспособным. Не представить, собственно, программу, потому что набор тейсов и тот план, который эксперты давно уже приговорили как абстрактный, он не ответил на вопрос, в чем новый курс. Я уже не говорю о том, что нет ни бюджета, ни реализованных законопроектов, которые обеспечили хотя бы сейчас финансовую поддержку. Уверяю вас, и в сентябре МВФ денег не даст. Что теперь получается? Я думаю, что и власть видит реальные показатели. Если в начале года у нас еще был паритет, да, было 3-4 политические силы, где-то вроде 10%. И сейчас политические силы, которые в оппозиции получают, ну, если хотите, вот он, надежда и доверие. Чему? Первое. О чем говорит оппозиция? Оппозиция говорит о необходимости смены курса, и оппозиция говорит о необходимости нового парламента. Вот это, собственно, и поддерживают люди. В чем это выражается? Люди хотят того, что отражено в этих программах. Мир, рабочие места, политика индустриализации и тарифы. Вот, собственно, загадка сегодняшнего дня. Поэтому я думаю, что не вопрос, как политики объясняют себе нехватить смену парламента. Это, если хотите, запрос общества. Он пока аккуратный, мягкий. Но уровень, степень готовности очень высокая. 70% в сумме людей готовы участвовать в выборах. Это очень высокий уровень поддержки.